Гол и весел Летом, вот как раз, видимо, лето кончилось И второе мое наблюдение Очень много новостей, связанных с деятельностью коренных жителей нашей области Это кто это? Братьев наших меньших Животных наших лесов Видимо, чем меньше делает в этой области человек Чем больше активизируются вот эти вот самые коренные наши жители Вот смотри сам, просто срез одного дня В деревню Алдарова, в Молмышском районе, забрел барсук Раздрался собакой, задушил курицу, покусал женщину Барсук? Барсук В поселке Куменый, медведь, ну это грустное новое, задрал двух жителей Сначала жену, которая отлучилась в лес, поймала нужды А потом и мужа, который побежал ее спасать А в советском районе вообще была просто катастрофа По берегу пижмы, представляешь В минувшие выходные бегала насмерть перепуганная женщина И кричала, что поймала крокодила Но это нормально, это был выходной у человека Она может быть Нет, она реально поймала, правда, не крокодила Другое, азубастое существо, но у страха глаза велики То есть, как бы, в любом случае, это было, опять же, живое существо Это была щука Поэтому у нас такая немножко тема животного мира И, я думаю, первая новость, которую я тебе предложу Это новость из поселка Санчурск Там глава администрации поселка Владимир Яранцев Запретил продавать мясо и рыбу на местном рынке Вот это правильно Неправильно, не понимаю, подожди Так, так это правильно или неправильно? Не, ну что, с одной стороны, я как городской житель Еду, мясо и рыбу готов покупать на рынке Но они-то сельские жители Правильно, сельские жители Куда они свое мясо девают? Они должны вывести на рынок Ну да, ну да А куда? Ну да, в сельпо, в сельпо, то у них своя система заготовки А во-вторых, ну вообще, почему взять и запретить мясо? Да, вот у них там не рынок даже У них там ярмарка выходного дня Я думаю, что просто... В магазине в будний день купить мясо можно Так А в выходной день, у нас что-то, знаешь, что напоминает мне Вот историю с торговлей алкоголем То есть человек, он знает какое-то хитрое расписание Что вот он сегодня может купить, завтра может А в воскресенье после пяти не может, да? Тут глава администрации Санчурского района Добавляет еще одну фишку Ребята, а вы еще в воскресенье мясо не сможете купить Я думаю, что... А тут кто-нибудь другой говорит Ребята, а вы, например, хлеб во вторник с двух до восьми покупать не сможете А четвертый рыбный день Да, и чем взрослее становится человек, тем больше их ограничений Он начинает узнавать день и день Может быть, в этом дело Я думаю, что Владимир Яранцев наконец-то получил отпускные Съездил, как это сейчас модно, в Таиланд или Вьетнам Или в Индию, на Гуа Стал викторианцем и привез, так сказать, новые тенденции в село А как же, приобщая, так сказать, к... Он, может быть, хипстер теперь Мы же не знаем Ты видел этого человека? Нет, я понимаю, что никогда его не видел, а теперь я очень хотел бы на него посмотреть Хотя у меня тоже есть своя версия Когда я как раз читал все эти страшные новости про активизирующих животных Я думаю, а может быть, он просто решил не рисковать и не торговать мясом Когда вокруг такое творится, как животный мир так активизировался Мне нравится, знаешь, какая версия? Что он такой хипстер, такой слушает современные инди-рок-группы Не ест мясо, рыбы и распространяет вокруг себя дзен-буддизм Ты представил себе вот таким... А теперь забудь нормальный совершенно человек, который просто посмотрел на рынок, сошел, посмотрел Там нет холодильного оборудования, вот в чем там фишка Это все грустно Вот, это так все грустно Вот из-за этой вот ерунды, вот из-за такой ерунды Ну, зато мы так с тобой хорошо поговорили Гол и весел А вот новость немножко другого плана Она вот как бы, опять же, на смекалку, представляешь Вот в Тужинском районе прошло совещание клубных работников Ну, собрали клубных работников всего района Стоит диджеев? Нет, ну там директора сельской администрации, видимо, вот такого уровня И, значит, обязали все учреждения культуры района завести электронные почтовые ящики в обязательном порядке Наконец-то! Да Это вот сообщает Тужинская районная газета При этом в газете такая, ремарочек идет маленькая Ни одно из этих учреждений не имеет технической возможности выхода в интернет Пока не надо Вот Мне что стало интересно Ты парень все-таки молодой, нового поколения Скажи, неужели так шагнула техника, что без интернета можно пользоваться e-mail? Можно Но Например, вот мне нужно послать письмо Да Нет, ты должен причем послать его со своего e-mail, который ты обязан сделать и доложить в управление культуры Ну, то есть, как это делается? Значит, я захожу в отсутствие интернета в свой почтовый ящик Ну, поскольку начальство обязывает, я это все сделаю У нас обязательно, конечно, я это сделаю Но Параллельно же я должен написать письмо официальное О том, что я послал письмо через электронную почту, которой у меня нет Запечатать письмо в конверт И с помощью нашей многострадальной, но вечно любимой почты России прислать отчет Так это получается? Ну, этот вариант, мне кажется, очень долгий Вот тогда про почту России заговорил, я сразу подумал, что, наверное, письмо дойдет не очень быстро Я просто вспомнил, помнишь еще эта старая история, там, 90-х годов, когда пейджеры у нас появились Помните, там, спасибо, пейджерджан, да? Да, да, да Может быть так, вот это я имею в виду, что как-то вот трудоустроить молодежь, которая сейчас болтается по улицам поселка, ничего не делает Пусть бегают и носятся Все твои новости говорят о том, что современные технологии все-таки приходят в нашу область Безусловно Хипстер, глава администрации поселка Санчурск Ну и теперь, так сказать, электронная почта и пейджеры в селе Не знаю, не знаю, все-таки я не понял, как же все это делать? Понимаешь, я пока не пойму, я не успокоюсь Вот, ну и еще одна очень такая, мне показалось, забавная новость, тоже касательно подростков Молодежи, вот я как раз говорил, что трудоустройство, молодежи и прочее Вот такую новость сочинили для нас в Вязких Полянах Там для местных подростков городская власть устроила такую однодневную поездку в соседнюю республику, в Татарстан Там, в Зелендольском районе, есть спецучилище Тюрьма? В котором спецучилище, да, учатся юные правонарушители И вот они устроили однодневную поездку для своей молодежи вот в это самое спецучилище Чтобы с малых ногтей, так сказать, показать перспективу Вот я тоже подумал, о чем именно, что же они хотели этим добиться Ну, я думаю, что это поступила же знарядка Провести среди детей, среди трудных подростков беседу о том, что возможные правонарушения приведут их там к лишению свободы Это абсолютно, по-моему, советская система Потому что раньше такое было Я всю жизнь прожил напротив ПТУ номер один И вот там студентов ПТУ номер один Регулярно вывозили в места не столь отдаленные Ну, на МОПР или еще куда-то, я не знаю Чтобы показать, какое будущее ждет подрастающее поколение Так что просто старая технология на вооружение Когда я учился в школе, нас как раз вывозили в ПТУ номер один То есть, видимо, у нас тогда перспективы были более радужные Вам показывали тех, кому показывали настоящую тюрьму То есть, это такой лайтовый вариант Вот нас в школе возили почему-то в музеи, в театры, в кинозалы, в другие города Видимо, нас... Здесь тоже другой город, соседнюю республику даже отвезли Ну, просто убили двух зайцев А в отчете написали, совершили экскурсию, показали популярные места в соседней области города Ну, опять же, вот, конечно, логика есть в твоем рассуждении, я думаю Но если этой логике следовать, получится вот что Предположим, если человек, например, устраивается на работу, становится чиновником То его просто обязательно надо свозить в какую-нибудь колонию, например, строгого режима Зачем? А, понял, в назидание Вот, в назидание, чтобы они вот уже заранее, заранее Вот как эти дети, да, которых привезли вот этот Чтобы они видели, что их ждет, если они нарушат закон Вот, и, соответственно, чем выше чиновник, тем передвижение по служебной лестнице На всякий раз устраивает такую новую экскурсию Во все более и более отдаленные места Попал там в правительство области Все это сразу к тем, кто по 25 уже сидит И то есть, чем выше чина человека, тем дальше его нужно отвозить Вот, а если чем выше чина, у нас как бы смертная казнь Нет, и в другие страны будем уже возить тогда В Китае, там в Китае же, по-моему, расстреливают Ты хочешь сказать, что перед тем, как ты баллотируешься в президенты Российской Федерации Ты должен обязательно побывать на казни, да На электрический стол посмотреть где-нибудь в Аризоне Я не знаю, есть там казнь или нет Ну вот, по-моему, в преддверии выборов это хорошая новость Ну, в общем-то, собственно говоря, вот и все, что я нашел на этой неделе Такого забавного и милого Ну что, область живет Медведи и щуки кусают жителей Барсуки Барсуки Это ремарка для тех, кто все-таки открывает охотничество сезона И еще, да, не забывайте, в пижме можно поймать крокодила Всего вам доброго, голиков и веселков Пока Голов и весел Субтитры создавал DimaTorzok